Вера это такая сугубая тема. С одной стороны, как говорят, духовная жизнь должна быть внутренней, незаметной, не надо о ней рассказывать. С другой стороны, иногда нужно сказать, чтобы, может быть, как-то люди что-то услышали, потому что Бог с людьми говорит через нас. Он же не может спуститься на белом облаке и сказать, сын мой или дочь моя, пойдем в храм или там, а вот какую-то тему. Но мы не можем этого увидеть и услышать, разве что во сне, и то это может быть заблуждением. А когда кто-то говорит нам из понятных и близких людей вдруг какой-то фразой, которая точно попадает в нужный момент, в нужное время, то мы понимаем, что вот оно. Таким образом Господь с нами разговаривает, потому что иначе, наверное, знаками, словами. Я человек выцерковленный, то есть как бы не захожанка, а прихожанка. Как говорят, есть захожане, а есть прихожане. Вот прихожане те, которые ходят, держат посты, там не только строгий пост, а все посты четыре раза в год, и плюс там среда, пятница, все, что полагается православному человеку. А захожане, те, которые заходят посвятить куличи и святые годы, два раза в год, и думают, что они, в общем-то, в теме. Но это неважно. Каждому свое, у каждого свой уровень веры, и здесь нельзя никому ничего навязать. Это очень лично. У нас православная семья, духовная, церковленная. Мы целомудренно выходили замуж, женились. До брака мы были целомудренные встречи. Вот, так как после брака все как положено. Пока носили ребенка, тоже воздерживались, и пока кормили ребенка, тоже воздерживались. То есть, вот где-то года два уже мы продолжаем эту целомудренную жизнь. Но это может быть для кого-то звучать дико, но для людей, для которых это так же нормально, в этом нет ничего особенного. Потому что всему есть свои объяснения с духовной точки зрения, и духовные отцы, и батюшки на эту тему очень много говорили, рассказывали. И всему есть свои объяснения, почему лучше так, почему не осквернятся во время беременности. Во время кормления, например, как это может сказаться на ребенка. Но это уже другая тема. Но все-таки вера, в моем понимании, это пока единственное спасение. Не буду навязывать ту или иную веру кому-либо, да. Главное, чтобы Господь был внутри вас. Для кого-то Будда более яснее, для кого-то Шива, для кого-то Иисус. То есть это очень все индивидуально. По вере вашей да будет вам. Кто сколько сердца отдаст меры, тому столько вернется, мне кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!